смотрите после дождя какая трава просто благоухает сейчас буду потихонечку каждый день по одному дереву выпалывать и иначе ок осень это все не разгребу а так потихоньку помаленьку как говорится сегодня одно деревце завтра другое так все и выпали к осени может может и раньше жалко деревья все заросли слушайте но до обеда будет такой дождино ведь и лужи стояли наверное не знаю сантиметров 10 вот видите как поналипает на галоши но трава рвется прекрасно прям берешь ее она прямо выскакивает из земли земля как пух конечно сейчас не потяпаешь потому что земля будет прилипать к тяпке но тем не менее общую массу вот эту вот можно вырвать быстро руками я даже не думала что он так быстро вырвется думала по одному деревцу сейчас еще 2 деревца сделаю перед их сейчас завтра следующие ну хорошо рвется прям мне понравилось быстренько так опалола два дерева две кучки под тяпочку уже потом сейчас земля конечно сильно липнет к ногам прямо на этих на каблуках ушла отсюда там тоже за крыжом ником потом опалю потому что невозможно слишком хорошо конечно выдирается но слишком липкая земля придется потом тяпочки взять и под тяпочку все прополоть как там зеленые все вот эту клубнику буду убирать осенью полностью этот ряд это старая клубника это клубника еще дома купили дом у них здесь вот был рядочек клубники пить она вся в траве я ее как не полола бесполезно во первых вся в усах заросла ее нужно отсюда убрать перебрать и по новой посадить как у меня он там он рядочке сидят и здесь также будет пару рядочков сделать вообще хотим под укромной сын сказал хочет купить какое-то укромное черное и туда посадить чтоб трава не росла не знаю попробуем получится или нет вообще-то не опытный садовод буду где-нибудь смотреть читать слушать может чтобы что-нибудь и сделаем сколько бы я не поливала эту плитку всякими на травами уксусом соль чем только не поливала бесполезно трава парит через нее что здесь кроме тяпки ничего не поможет я . убирать что поделаешь ролик и тут сидишь вон сколько она росла здесь хорошо хоть через нее вот хорошо уходит вода вчера такой ливень был вода стояла наверное 20 минут все вся ушла прямо через плитку не задерживается сейчас надо прополоть да ну как протяпать и по обрезать до выносить грязный двор убирались давно как мне нравится вот эта стена виноградная прямо красота он мне краска висит черный ведь вот это поспел 1 я его только хожу и ем больше никто детей нет они вы можете ели папа не любит такой виноград терпкий не отходит это создание от меня я эту травку деру и она тут со мной пришлось руками тяпкой ничего не получается она бьет по камню толку нет и дурында маленькая что так придется вручную она опять вырастет корни то все равно остается сколько раз залито ее и драла и травила еще только не делала живучая как таракан таракан и живучий и трава это живучая маленькая все равно чтоб порядок был мы ее вырываем здесь а плитку эту на цемент нельзя здесь укладывать потому что вода будет стоять после ливней так то она между швов раз вода и ушла полчаса постояла и нету ее а если уложишь на цемент на цементную подушку все у тебя здесь будет море океан бассейн поэтому так и выложили на плитка хорошая вот это это советские времена еще плитки я смотрю многих во дворах она лежит она очень крепкая она еще сто лет простоит и трава ее между прочим не выдавливает она между нее лезет но выдавить она ее не выдавливает кто-то писал что выдавит это ж не не тонкая плитка которая сейчас продается этот толстый а там не знаю сантиметра три с половиной может четыре такая плитка это идет очень крепкая поэтому она трава и не может выдавить у нее не хватит просто силенок чтобы выдавить такую толстую плитку сейчас я все вычищу и вымету будет опять чистенько недели две потом опять она вырастет вчера такой дождиной был сегодня даже не пахнет чтобы дождь все уже ушла вода быстро здесь уходит у нас на участке вообще говорю два метра этот чернозем поэтому быстро уходит у кого глина у того стоит вода мы бы не знали подвал не выкопали подвал копали так это всей землей засыпали весь участок обновили нам с одного подвала хватило земли на всю территорию дома везде подсыпали каждый сантиметр по тачке вроде бы кажется земли не хватит охватила на весь участок все подновили теперь хорошая землицовой все равно надо удобрять привозить навоз перегной мы вывозим потихонечку там за станицей нам дают люди живут у них коровы и там у них целый горы этого перегноя чернозем ой не чернозем как навоза коровью туда привозим мешках машину докидываем мешочков по пять маленьких так за лето раза три-четыре съездил и все то там то там то там то там подсыпал красота боня ты так и не помогаешь мне давай помогать это сидишь-то помогаем они ну вот не помогаешь что ж такое это кто хулиганить бонечка что ты творишь я как должна подметать с тобой но там и 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 Считываю на тебя. Порядочек, все, хорошо когда чистенько. Так интересно они воркуют, вначале как вороны, потом как горлицы, еще как три вида у них звука. А воробьи по-своему. Живут там на уголочке под крышей. Смотрите, друзья, трактор пашет в поле, а чайки прям стаи за ним летят. По всей видимости червячков собирают. Столько много чаек, обалдеть! Вон сколько их, да они такие здоровые, видите как красиво. Поля вспаханные, пшеницу собрали и все, поля черные стоят. Теперь, наверное, только на осень будут садить. Очень красиво. Столько у нас бензин стоит, невеличко сказать. Музыка. 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 бочечку сейчас купим 300 рублей бочка у нас здесь нововеличковской и 200 рублей канистры приползла к забору и что дальше куда поползем дальше вообще откуда у нас взялась так как она к нам заползла как ты заползла к нам девочка как ты к нам заползла да не бойся я тебя не трону хвостик только и что мы с ней будем делать что мы с ней будем делать нет черепаший суп я не люблю это вам не вид нам по траве так шустро ты же черепаха ты же должна тихонечко а ты так шустро я не успеваю за тобой черепашка ниндзя черепашка ниндзя ежики есть черепахи есть кого еще нам надо лягушки есть да подожди ты не уползай на что ты уползаешь но у нее панцир то не очень то такой неси какое-нибудь ведро или тазик чтобы ее показать детям да не бойся что ты боишься не бойся черепаха тортила тортила так быстро бегаешь так шустро быстрее моего с моей боньки быстрее коты